Первый намаз Это один из видов поклонения, это столб основы ислама, как посланник Аллаха Мухаммад сказал в одном из изучений, что важнейшим делом ислама и его опорой является намаз. То есть из этих слов мы видим, что это вот как пример, например, шатер, когда стоит, и его центральная ось, которая поддерживает всю конструкцию, если ее не будет, то также и намаз. Он поддерживает всю конструкцию, так сказать, убеждений, всю конструкцию вероучений ислама человека. Также в другом из изучений посланник Аллаха Мухаммад сказал, что самое первое, за что будет спрошен человек, когда предстанет перед Всевышним, это его молитва. Если молитва была правильной, то и все дела были правильными. Если молитва была неправильной, то и все дела были неправильными. Также мы видим из этого изречения важность намаза, важность саля, пятикратной молитвы, ибо она напрямую взаимосвязана с делами человека. Также Аллах Всевышний в Куране говорит, что поистине молитва предостерегает от мерзких и предусудительных поступков. То есть молитва – это своего рода защита от негативных действий человека, от негативных, сдерживающих факторов его негативных желаний, мыслей. Таким образом молитва сдерживает человека от проявления этого негативного момента в жизни человека. Как уже было сказано, молитва предостерегает человека от совершения греховных поступков. Как уже было сказано, молитва очищает человека. Мы помним слова посланника Аллаха Мухаммада, в котором он сказал, что сравнил намаз с пятикратным омовением, ежедневным омовением. И сказав такие слова о том, что если человек пять раз в день будет принимать водные процедуры, будет очищаться, останется ли на нем грязь, то естественно сподвижники сказали нет. На что посланник Аллаха сказал, что таким образом пятикратная молитва очищает человека от его прегрешений. То есть это внутреннее очищение человека, его души, это форма благодарности Всевышнему Аллаху, это один из важных видов поклонения Всевышнему. Пятикратная молитва, ассаля, или же намаз, она не просто состоит из определенных действий, и к нему есть, к этой молитве есть подготовка. Начиная с ритуального очищения, начиная с поминания Всевышнего Аллаха перед самой молитвой, начиная от того, что человек намеревается, что он именно конкретно будет делать. И уже соблюдая эти все внутренние, внешние подготовительные акты, человек уже приступает непосредственно к самому намазу. Из шариатских текстов мы знаем, что намаз это разговор со Всевышним Аллахом. То есть человек должен стоять благоговейно перед Всевышним и с пониманием текстов, с пониманием того, что он делает, что он читает, выполнять этот вид поклонения. Поистине молитва для верующих предписана в определенное время. Из этого текста, из этого слова Всевышнего Аллаха мы видим, что молитва связана с верой человека, именно для верующих. То есть человек таким образом, выполняя намаз, выполняя салят, выполняя текратную молитву, подтверждает свою веру во Всевышнего Аллаха. И в шариате очень много также текстов и законоположений, которые побуждают человека к этому, и в свою очередь также за оставление, за пропуски порицают верующего человека. По мудрости Всевышнего во всех видах поклонений есть упорядоченность, есть порядок, есть картив. То и у намаза есть свое время, пять раз в день, в определенное время человек молится. Из вышеуказанного упомянутого аята, каждой молитвы есть свое определенное время. Человек совершает намаз, установленный Всевышним и его посланником времена, пять раз в течение суток. Помимо того, что мы говорим о важности намаза, о том, что это приказ Всевышнего Аллаха, который нужно выполнять, и за неуполнение, естественно, наступает ответственность, мы также не можем не сказать о том, что за само выполнение, какая награда приходит от Всевышнего, естественно, и не можем не сказать о том, что именно период после окончания намаза, это один из благословенных периодов времени, когда Всевышний Аллах принимает наши мольбы. И верующие, особенно после совершения пятикратного намаза, они усердствуют в поминании Всевышнего, усердствуют о своих мольбах и чаяниях Всевышнему.